Всем привет! Вот сижу я тут на природе и мысль в голове варит. В каком месте проходит граница между ремеслом и искусством? Между маляром и художником? Между репортажем с места событий, пусть даже самых ажиотажных, самых привлекательных, самых страшных, и новеллой или рассказом Чехова. Граница между ремеслом и искусством, на мой взгляд, проходит в том месте, когда исполнитель, который потом станет художником, вносит песни, вносит музыку в свое произведение. До тех пор, пока студент, пока ученик рисует горшки, он не художник, он раскрасчик, он просто маляр. И можно проучиться очень много лет и не стать художником, стать раскрасчиком. Поэтому вас, дорогие мои студенты, дорогие мои ученики, я призываю к тому, чтобы в каждой своей работе, сразу после первого слоя раскраски, увидеть музыку, внутреннюю гармонию. Вот вспомните стишки на 50-летие, которые сочиняют на каждом юбилее. Это кошмар, от которого встают волосы, и нормальному человеку хочется выблевать. Не делайте таких работ, не раскрашивайте. Научитесь видеть, что как только в вашей работе появилась раскраска, смело выбрасывайте из ведра. Она никому не нужна. Она и вам самим не нужна, эта работа. Вот посмотрите, для примера, просто шел-шел человек, и сфотографировался в шишке на дороге. Вот шишки. Фигня. Скажите, есть музыка? Да никакой музыки нет. Чуть-чуть постарайтесь, чуть-чуть напрягитесь. Поищите ракурс, поищите свет. Попытайтесь увлечь своего зрителя вот этим обманом. Пусть он погрузится в вашу работу. Пусть он нырнет в вашу фотографию, в ваше стихотворение, в ваш рассказ. Не будьте, даже, знаете, что я вам скажу? Даже дотошность, вот это вот кошмарное гиперреализм, это не искусство, это раскраска. Вот Шишкин, например, и Суриков, это раскрасить. А Врубель, это художник. Вот подумайте над песней своих работ и станьте художниками. Потому что, когда ваша жизнь закончится, на том свете, вам не зачтутся раскраски, а ваши стихи зачтутся. Ваши стихи зачтутся. Продолжение следует...